Всем привет! Меня зовут Стася Грик и сегодня мы поговорим о минусах работы мастера по наращиванию ресниц. Конечно, больше всего эти минусы коснутся здоровья. Первое, что бывает достаточно часто, это аллергия. Если вы не хотите столкнуться с этим недугом, то лучше работать в маске, а клей ставить максимально далеко от дыхательных путей. Ни о каких кольцах для клея не может идти и речи. Также не рекомендую ставить клей на лоб клиентки. В общем, увеличиваем расстояние между вами и клеем максимально. Что вас еще будет беспокоить? Практически все. Спина, плечи, локти, запястья, пальцы, шея. Болеть будет все. Тем более в начале вашего пути. От непривычки будет все затекать и уставать. Лучше всего делать зарядку до и после наращивания. Чтобы не было застоя крови и перенапряжения мышц, вследствие чего и защемление нервов. Я, кстати, совсем недавно столкнулась с этой проблемой. У меня был защемлен нерв. Помимо зарядки пришлось еще ставить укол и пить таблетки, которые расслабляют мышцы. Неплохо было бы посещать бассейн, заниматься пилатесом или йогой. Может быть для кого-то покажется непосильным и слишком нудным сидеть по полтора, два, а то и более часов в одной позе. Наращивание ресниц одно из самых сложных занятий. И если вы думаете, что отучитесь и начнете рубить бабло, то вы глубоко ошибаетесь. Прежде чем научиться делать ресницы качественно и не три часа, пройдет немало времени и будет затрачено куча сил и денег. Сто раз подумайте, нужно ли вам это и готовы ли вы к долгому и нудному пути. В отношении клиентов минусы в принципе такие же, как и во многих областях бьюти индустрии. Это либо рано приходящие, либо опаздывающие клиенты. Клиенты с неприятным запахом из-за несоблюдения правил гигиены. Клиенты с грязными ресницами, которые пришли на коррекцию. А у них в межресничном пространстве собраны все остатки косметики и пыли за последние три недели. Мне ни разу не попадались клиенты с ресничными вшами, но знаю, что некоторым мастерам доводилось встречаться с таким счастьем. Еще есть небольшой минус, это когда клиенты разговаривают по телефону во время наращивания. Это неудобно. Они начинают моргать и случайно задевать все на своем пути, пока подносят телефон к уху. Лучше просите отключить звук. Еще забыла о специфических сложностях, как дрожащие глаза, слезы, светлые ресницы, очень короткие или жесткие нижние ресницы. А теперь давайте разберем все поподробнее. Первое. Дрожащие глаза. Это когда у клиента глаза все время в подвижном состоянии. Невероятно сложно наращивать в таких условиях ресницы. Далее слезы. Еще один из кошмаров лэшмейкера. Бесконечно мокрые глаза. Ресницы, которые мы только обезжирили, тут же покрываются слезами. Светлые ресницы очень плохо видно и сложно выделять. Далее очень короткие и жесткие нижние ресницы. Их очень трудно убирать под патч и плотно закреплять. Как бороться с этими проблемами я расскажу в других видео. По-моему я все рассказала. Если вы знаете еще какие-нибудь минусы, может быть я забыла что-то упомянуть, пишите в комментариях, с радостью подискутирую. С вами была я, Стася Грик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите следующее видео, в котором я расскажу минусы работы бровиста и косметолога.